На самом деле, что он хотел рассказать, дело в том, что где-то сколько, примерно, чуть меньше 100 лет назад, был такой человек, которого звали Рубмейер Люблина, Рубмейер Шапиро, который был в Рожьем Шват Хохмей Люблин. У него возникла такая идея. Кстати, вы знаете, Рубмейер Шапиро был человеком без детей. Раввознер, зацарь, который умер в этом году, он был его учеником. И он, когда последний раз в Рубмейере заканчивали шас, то он сказал, что у моего учителя Рубмейера Люблина не было детей. А что, какие у него были дети? Он сказал, что у него двое детей, Рубмейер говорил. У него его Ишива, это Хохмей Люблин, говорил Раввознер, что я ее продолжил на браке. У него второй ребенок, это Дафа Йоми. Что такое Дафа Йоми? Дафа Йоми – это идея, когда во всем мире все евреи учат один и тот же лист Гимора. Каждый день по листу в течение 7,5 лет люди заканчивают Вавилонский Талмуд. И тут в этой идее есть на самом деле такой очень серьезный Михаев. Что такое Михаев? Обязывающий момент. Потому что человек, который берется тянуть эту лямку, то это и Йом-Кипур, это и 9 Ава. Только 9 Ава нельзя учиться, но листик-то есть все равно. Так получается, что каждый раз по листику, каждый день по листику нужно, так сказать, скушать. Вот здесь на отдыхе Вавилонского Бару Хохмейска тоже собралась группа из таких активистов, энтузиастов Дафа Йоми. Бару Хохмейска, мне была заслуга сказать этот урок. Мучила огромное удовольствие от учебы с этими замечательными людьми. И вот как бы такая вот идея. На самом деле идея очень хорошая, потому что где бы человек ни работал, что бы он ни делал, чем бы он ни занимался, все равно этот листик, он его сопровождает целый день. Все этим занимаются бизнесмены, занимаются и врачи, и учителя. Все-все-все с этим листиком. И куда бы ты ни приехал, ты приехал в эту синагогу. Ако, да, вообще не синагога, просто какое-то аудиториум, какого-то абсолютно светского места, да, все равно, так сказать, ты можешь зайти, и люди будут учить один и тот же листик вимор. Да, это такая суперидея, да, что объединить весь еврейский народ одной темой учебы. И, как мы видим уже, так сказать, да, не только Йом-Кипур, не только Девятого Ава, а отдых, не отдых, где бы ни были, все, кто тянет эту лямку, они продолжают ее тянуть даже вот в такой ситуации. В общем, мы вам всем желаем, чтобы вы тоже сделали себе постоянную учебу. И, Безрат Ашем, чтобы вы тоже закончили Вавилонский Талмуд. Большое спасибо, до свидания.